Интересный проект, необычный, который позволяет в современном формате переосмыслить какие-то вещи и узнать много нового, потому что мало кто знает о том, что Новый год празднуется так, как он празднуется сейчас, именно благодаря Петру Первому. И мы об этом рассказываем. Это, наверное, ценно и здорово, особенно в юбилейный год. Такие, так скажем, экскурсии очень пользуются у нас популярностью, потому что здесь на глазах можно увидеть и самого Петра Первого и узнать более детально о каких-то тонкостях в его жизни, например, о флоте, о сражениях и так далее, о каких-то личных ситуациях, личной жизни Петра Первого и так далее. И здесь и информация, которая помогает ребятам запоминать, лучше усваивать материал, и рассказ экскурсовода, который может как-то дополнить то, что какие-то знания были, например, у ученика и так далее. Здесь, в этом зале, у нас имеются игры, то есть мы видим пазлы с картинами и так далее. Пазлы очень простые, то есть можно будет собирать и маленьким детям, и взрослым достаточно легко собрать подобный пазл. Поэтому это очень интересно и позволяет как-то более погрузиться в тему. Интерактивные книги, вот, например, «Зачем Петру образование». Книги, когда мы перелистываем страницу, как будто бы оживают. Создание военно-морского флота Петром Первым позволило России стать одной из мировых держав, одной из лидеров европейского мира. И как раз именно иллюстрацию корабля мы здесь с вами видим на этой панораме. Мне нравятся такие уроки, и я узнал, что была северная война со шведами. И еще Петр Первый в своем детстве настраивал войну игрушками, игрушечными оружиями. Здесь у нас представлены танцы 18-19 веков. Петром Первым были созданы ассамблеи. Это такие балы, мероприятия, на которых дворянское сословие собиралось на какие-то вечера. Проводили танцы, веселились, были различные развлечения на этих мероприятиях. И Петровские ассамблеи получили такое широкое распространение с правлением Петра Первого. И в дальнейшие уже эпохи они развивались целые большие масштабные балы. Здесь у нас такая игровая зона, игровая площадка, на которых мы с экскурсантами можем провести игру. Игра интеллектуальная. То есть ребята должны будут отвечать на вопросы, чтобы продвинуться, соответственно, по траектории. Да. Также можно будет, соответственно, и поучаствовать в танцах. У нас есть специальная программа, на которой ребята могут потанцевать, как-то развлечься и так далее. И также у нас развлекательная часть – это танцы. Танцы, конечно, не эпохи Петра Первого, но они позволяют, так скажем, почувствовать себя тоже танцором. И здесь, на этом экране будет появляться человечек, и за ним нужно будет повторять, соответственно, этот танец. Не сложно. И для участников нашей новогодней программы у нас есть специальные вот такие закладочки с изображением Петра Первого. И также, соответственно, из указа о праздновании Нового года. Выставка проходит с 5 декабря по 10 января. Прийти могут все желающие. С 10 до 20.00 парк открыт. Единственное, отдыхаем мы с 1 по 3 включительно. Но с 4 января запланировали бесплатные экскурсии, специальные программы с виртуальной реальностью. Всю информацию можно найти на ресурсах мультимедийного парка. Это официальный сайт и страница во Вконтакте.